Здравствуйте! В эфире новости Удмуртии. В студии Марина Баль. Первые жертвы гололеда и снежных накатов на улицах Ижевска обратились в травматологию. За первые дни снегопада больше 50 человек получили различные травмы и количество пострадавших растет. Тем продолжит Альбина Валикжанина. Не сломать бы вторую ногу, выходя из травматологии, говорит Ирина Агафонова, спускаясь по скользкой плитке. Двусторонний перелом лодыжки с подвывихом. Такую травму получила Ижевчанка, проходя по улице Ивановской. Это район Татарбазара. Я шла за ребенком в школу, поскользнулась, были такие колдобины, замерзший лед. Нога уехала в сторону и тут же я упала. И все. И потом меня подобрали на улице просто посторонние люди и отправили в больницу. Не дошел до дома после работы и Влад Иванов. На Новый год у него были грандиозные планы, теперь все праздники, домашний режим. Рассказывает, пешеходная дорожка по улице Коммунаров от снега была почищена, не устоял на льду. Не знаю, реагенты какие-нибудь надо же есть, все равно широкий спектр этих сейчас уже всех штук, чтобы с этим бороться. Всего за четыре дня с момента, как выпал снег, полсотни Ижевчан получили различные травмы по причине гололеда и заснеженности на улицах города. В травматологии таким цифрам не удивляются, говорят, для начала зимнего сезона вполне обычное дело. Характер повреждений 20% получает на улицах нашего города. Переломы различных элементов, конечности. 50% обращаются по поводу ушибов, полученных при этих же обстоятельствах. И еще более 20% получает в растяжении и разрыве связок суставов рук и ног. Между тем, власти города рапортуют, снег в Ижевске убирают. Ежедневно на очистку улиц выходит и спецтехника. Кроме того, 120 человек расчищают тротуары и остановки вручную. Что касается вывозки снега, мы приступили с первых дней. Уже сегодня ночью 450 тонн вывезли. То есть, вот те традиции, которые были раньше, начинать вывозку снега в феврале, мы ломаем и сугробы накапливать не будем. Альбина Валикжанина, Юрий Зелененький, телеканал «Моя Удмуртия». Власти Ижевска отказались от содержания 65 участков городских дорог и с перечью исключили придомовые проезды, расположенные на частных землях. Городские власти пояснили, теперь ответственность за очистку этих проездов от снега и содержание в целом будут нести управляющие компании. И уточнили, есть процедура, когда управляющие компании могут передать данные участки на баланс города, но для этого требуется решение собственников дома. Соглашение о намерениях по развитию цифровой экономики подписали правительство Удмуртия и оператор сотовой связи «Мегафон». Речь идет не столько о появлении доступной мобильной связи и интернета в отдаленных населенных пунктах, сколько о создании комплексных цифровых решений для различных сфер региональной экономики. Компания «Мегафон» мы рассматриваем как партнера в большом-большом, очень модном на слух процессе, как цифровизация. Мы в этом нуждаемся. Очень яркий пример. Практически каждое медицинское учреждение имеет свою платформу, свое IT-решение. 200 продуктов, не завязанных в некий один центр управления, модерации, они дают как следствие повышенные расходы, отсутствие контроля от закупок до штатной численности и так далее. Это третье соглашение оператора связи с региональным правительством. Первые два предусматривали строительство вышек в труднодоступных районах Удмуртии и обеспечение качественной связью и интернетом их жителей. Глава региона и представитель сотового оператора проверили, действительно ли связь дошла до отдаленных сел и деревень республики, было прямое включение через мобильную связь в Можгинском районе. В этом году 10 тысяч человек, проживающих в малонаселенных пунктах Удмуртии, получили доступ к стабильной мобильной связи и интернету. К жителям небольших населенных пунктов приходит не только связь, но и капитальный ремонт домов. На одном из домов в поселке Подшивалово Завьяловского района теперь уникальная крыша. Отремонтировать ее успели до снега, и теперь жителям не страшны холода. В этом убедилась наша съемочная группа. В доме у нас со всех сторон тепла крыша. Все края, все стены, и все-все-все текло. Все благодаря новой крыше у нас хорошо стало. Прямо вот мы ее ждали 37 лет. В доме номер 6 по улице Зайцева крыша была с мягкой кровлей, как на соседнем. Рубероид износился, утеплений отсутствовало. Налить зимой грозило разрушением карнизов. После обследования решено было не ремонтировать мягкую кровлю, а сделать абсолютно новую конструкцию. Был сформирован микрочердак, новая стропильная система, слуховое окно, леченый выход на кровлю, веншахты новые сделаны. И в рамках выделенных средств предельника, то есть, было утеплено межчердачное пространство. Сложная крыша и вышла недешево. Миллион девятьсот тысяч. Сами жильцы деревенского дома никогда бы не накопили таких средств. Тем более, что живут уже давно без управляющей компании. Сами красят подъезды, сами следят за чистотой. Оттого и на подрядчиков здесь смотрели, как на настоящих героев. Мне больше всего понравилось, когда они закончили работу и очень хорошо после себя убрали весь мусор. Это тоже для деревни у нас очень большая проблема. Сегодня, когда в республике появился реестр квалифицированных подрядных организаций, фирмы со стороны на объект просто не попадут. На данный момент у нас уже 54 подрядных организации в этом реестре. Отбор подрядчиков проходит достаточно жестко. То есть, есть критерии, под которые не подходят ни слабенькие подрядные организации, ИП, а достаточно солидные и профессиональные организации. Этот дом в Подшивалово в программу капремонта попал первым. Сегодня соседи завидуют и ждут своей очереди. Елена Галимульна, Юрий Горов, телеканал Майудмуртия. Пожарные из НЛГИ получили новую автоцистерну. Ее собрали в производственно-техническом центре противопожарной службы Удмуртии. Буквально по запчастям. Собирать самим, а не покупать новую технику, значительно дешевле. Экономия бюджетных средств налицо. Такой автомобиль заводской сборки обошелся в республике в 5 миллионов рублей. Мы покупаем шасси, мы покупаем надстройки, мы покупаем оборудование пожарно-техническое, радиостанции. И из этого получается сборный пожарный автомобиль. Данные автомобили, которые мы собираем на базе нашего производственно-технического центра, дешевле на миллион семьсот рублей. Таким способом в этом году собрали четыре машины. К тем, что уже используют, со стороны пожарных нареканий нет. Скоро такой автомобиль отправится в Кесский район. Стали известны подробности новогоднего дизайна республиканской столицы. Вопрос, кстати, не праздный. Льда нет. Это сегодня основная проблема в предпраздничной подготовке. Из чего будут строить горки и будут ли? Елена Керн выяснила подробности. Главный праздник состоится на Центральной площади. Здесь уже монтируют сцену и устанавливают 18-метровую елку со световыми гирляндами. Пик праздника – новогодняя дискотека. До двух часов ночи. То, что готово, две деревянные горки сейчас тестируют молодежь. А их бабушки уже видят, как изменится площадь в ближайшие две недели. Горки всякие, карусели, паровозики для малышей, горячее что-нибудь, чтобы покушать можно было. Чай горячий, например, обязательно нужен. Горки самое главное. А сегодня не будут еще вот такие ледяные фигуры. И очень же интересно смотреть. С ледяными фигурами в этом году вопрос открыт. Льда нет и взять его пока негде. Ждать будут до последнего, а пока в дело идет запасной вариант. Здесь у нас будет около елки стоять световой фонтан. Рядом со световым фонтаном будет три ледовых ловушки, больших для детей. И четыре фигуры для селфи, для того, чтобы можно было фотографироваться. То есть мы таким образом подстраховались от ситуации, когда, как в этом году, погода не дает заготовить лед. В этом году к оформлению города активно подключился бизнес. Впервые еще одна елка от бизнесмена Фыжевска украсит вишневый сквер. А на площади от цвета музыкального фонтана до Круглого вырастет снежный городок Сказбург. Это получается замок номер один и с него горки. Ну то есть поскольку это экспоната, у нас получается какая-то зона и горки и так далее. Чтобы народ заходя мог бы, ну условно, скатываться вниз, вниз, вниз. А потом это общая лестница, которая существует, мы ее так вот отграживаем, 6 метров, чтобы люди могли так перемещаться. Это так называемые сказочные термальные домики, в которых можно будет чай попить. Открытие главной елки столицы состоится 23 декабря. А уже с 16-го праздник стартует в районах города. Детальные расписания на сайте Ижевска. Будут украшены все центральные улицы 15 декабря, Пушкинская, Сквер Вишневой, Скверу администрации. На бульваре Гоголя мы планируем проведение праздничных мероприятий, установку елки и украшение бульвара. На бульваре Гоголя в этом году расположится еще одна елка. В планах организовать там конкурс снежных фигур. Елена Керн, Василий Хохряков, телеканал «Моя Удмуртия». На этом у нас все. Удачного вам дня. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok